десятый фильм под логотипом дороги европы здесь у нас будут дороги италии сейчас мы едем по городку который называется для специи но это последний в нашей поездке был такой довольно большой итальянский город и сам городок вы достаточно интересные мы здесь были два дня очень красивая интересная набережная вот сейчас она у нас с правой стороны там много яхт катеров круизные корабли много очень дорогих яхты целая набережная где не стоят но меня больше интересовал этот город потому что рядом с ним находятся и две очень известные достопримечательности которые я хотела посмотреть итак это маленькая рыбацкая деревушка которая называется порта венера и туда я хотела поплыть на кораблике но не получилось и вторая достопримечательность это пять рыбацких деревушек и которые объединены в такое общее название чиквитера итак в порту венера я хотела поплыть на кораблике но кораблики не плавали 25 декабря на регистраторе вот сейчас видно и 24 25 декабря католическое рождество в европе все закрыто ничего не работает ни магазины не кафе рестораны не вот и какие-то круизные корабли ничего не работало поэтому мы решили поехать туда на машине изначально на машине я не очень хотела потому что предполагала что будет плохая дорога но на самом деле дорога оказалась очень хорошая хорошего качества и так это городок порта венера это ну такой хорошо раскрученный туристический бренд вот он сейчас перед нами открывается этот городок это рыбацкая деревушка на берегу лигурийского моря ну очень интересный городочек мы здесь были вот приехали где-то около 15 часов и уехали на следующий день в 8 утра то есть мы здесь ночевали нашла я парковочку вот сразу хочу сказать что все очень продумано и весь этот маленький городок имеет одностороннее движение это очень удобно то есть по одной дороге мы как бы вот въезжаем сюда и по этой же дороге мы как бы будем выезжать то есть нигде разворачиваться нам не надо одностороннее движение и с обоих сторон везде парковки из парковочек очень много и для автобусов и отдельно специально для мотоциклов парковки конечно же они платные но недорогие и так мы здесь были вот с 15 часов и до 8 утра здесь ночевали я заплатила 6 евро ну и как во многих городах европы но не везде есть такие парковки где ночевать можно бесплатно и здесь в порта венера с пяти часов вечера до восьми утра парковка бесплатно здесь вот я ищу место где мне остановиться слева специально парковочки для мотоциклов но конечно же свой 6 метровый автодом сюда я поставить никак не могла хотя вот было свободное место ну так иногда свободные места попадались но мне этого было недостаточно а а вообще городок он как бы очень вытянут по побережью такой достаточно длинный и вот везде по бокам вот с правой стороны здесь пешеходные дорожки и парковки слева парковки в общем нашла я хорошее место мы там остановились было очень хорошая погода тепло солнечно так что решили мы здесь и переночевать я бы наверное еще и тут на пару дней осталось настолько мне здесь понравилось и но увы уже нас и поджимала время 25 декабря мне ну вот до 10 января надо было уже выехать с 10 января у меня уже было 90 дней как нашего нахождения в евросоюзе ну вот 8 утра мы уже уезжаем из городка порта венеры снова приехали мы в ля специю и оттуда из ля специи на поезде мы поехали смотреть вот эти пять рыбацких деревушек под общим названием чиквитера и это единственный раз когда мы воспользовались электричкой за все наше время пребывания мы именно в италии на электричке поехали осматривать вот эти городки ну и в своих предыдущих поездках я уже неоднократно пользовалась электричками вообще в италии этот вид транспорта очень недорогой комфортный ходит четко по расписанию никаких сбоев ну и очень недорогой и так мы посмотрели пять рыбацких деревушек стоимость проезда 560 туда и обратно ну и самая дальняя точка где-то около часа вот пятая девушка ну и чем удобно билет действует в в течение дня то есть в течение дня можно выходить на любой станции до конечной мы так и сделали сначала вышли на первый городок посмотрели электрички ходят через каждые полчаса снова сели в электричку поехали второе посмотрели ну и так к вечеру мы доехали до пятого городка посмотрели очень красиво обязательно рекомендую посмотреть чиквитера чиквитера и портофино они находятся возле города ля специя ну стоит посмотреть эти городки это очень интересно ну и после ля специи мы уже поехали по направлению австрия но конечно же мы заехали на озеро гарда и на озере она тоже такой очень длинная вытянутая и там мы останавливались городке сермиона мальчизена и рива дель гарда ну вообще озеро гарда конечно ну обязательно стоит посмотреть и в планах у меня изначально было посмотреть три или четыре больших озера которые есть в италии но увы по времени мне хватило посмотреть только озеро гарда это мы проехали только с одной стороны ну и пока мы едем к озеру гарда я немножко расскажу о заправках ну или вернее о тех проблемах с которыми мы столкнулись на заправках в европе были страны в которых абсолютно никаких проблем не было все четко понятно это германия австрия швейцария чехия польша там не было никаких проблем подъезжаешь вставляешь пистолет заправляешь топлива столько сколько тебе надо потом идешь и расплачиваешься а вот и в других странах было сложнее сначала франция и вот там мы впервые столкнулись с тем что на заправках нет людей там стоят только устройство которые принимают деньги и карты и все с тобой больше никто не разговаривает но единственного франции вот как раз таки самый первый раз на первой заправке когда меня было заправиться тоже я столкнулась с тем что у у меня не принимают карты карта мастер карты сбербанка и и не принимает устройство но это хорошо как раз и повезло тогда рядом был магазинчик но немножко стороне от заправки и оттуда вышел молодой человек и сказал можно оплатить наличными деньгами этот единственный раз когда во франции мы оплатили наличные потом в дальнейшем были такие ситуации что мы приезжаем на заправку и устройство не принимает не визу не мастер-карт она принимает только вот какие-то европейские карты и было еще один приятный момент во франции это на какую-то заправку мы подъехали я вставляю туда мастер-карт мало того что она принимает карту так она еще и говорит мне здравствуйте это было очень приятно на русском языке и все все дальнейшие мои инструкции были на русском языке все что мне надо было сделать написано было на русском языке и что касается самой заправки то до этого я уже читала вот в интернете что с карты сразу снимается депозит ну как правило 100 евро независимо от того сколько ты заправил топлива потом как-то эти деньги либо возвращаются либо нет у меня как-то на вот два раза мы заправлялись потом в дальнейшем еще то есть всего три раза но вот два раза с карты у меня один раз и было списано 94 евро второй раз 98 евро то есть никакого депозита сразу была списана именно эта сумма у меня бак 90 литров поэтому вот как бы на ту сумму что я заправилась у меня сразу эта сумма была списана никаких проблем в общем-то больше не было во франции мы более-менее разобрались а вот когда приехали в италию мы столкнулись и ну наверно самой большой проблемой и такие заправки как в италии в общем-то больше нам нигде не попадались и так когда мы первый раз и подъехали на заправку в италии там была совсем другая система надо было сначала в устройство положить деньги все то есть с тобой никто не разговаривает никаких вопросов тебе не задает сразу надо ложить деньги ну и вот первый раз и положила деньги хорошо 20 евро только положила потом надо нажать кнопку с которой пойдет заправка ну то есть там стойки то 1 2 3 4 я нажимаю стойку где у меня стоит машина заправка не в чем дело ничего не понятно но потом подъехал итальянец и посмотрел наши чек и сказал по всей видимости просто нету дизельного топлива ну хорошо на чеке было указано что оплачено 20 евро а топлива не получено то есть ну как бы кредит оплачен а топлива нет ну мы поехали на следующую заправку но вот нам повезло в этом плане сейчас интересный момент мы едем по бесплатной дороге а слева идет платный автобан ну вот мы пересекаем сейчас практически всю италию по бесплатной дороге местами хорошая дорога местами даже видно что не очень хорошая но чтобы увидеть страну мы все таки хотели поехать именно вот по такой дороге мы ехали долго по горам поселом по каким-то проселочным дорогам очень много кругового движения много маленьких каких-то городков но все-таки только так на мой взгляд можно увидеть страну и мы ее увидели мы пересекли практически всю италию от и для специи через фарму и приехали подъехали к озеру гарда и городку сермионы ну а я продолжу по поводу заправки и так просто нам первый раз повезло и первая же заправка которая мы увидели это снова была та же самая и не которая нам будут деньги взяла топлива не дала ну и там еще раз нам повезло что на этой заправке оказался человек как правило вот и во франции и в италии на заправках людей нет и мы ему дали показали этот чек он горит вам надо вернуться обратно и дождаться когда да там рядом есть и магазинчик недалеко от заправки надо подъехать вот к этому магазинчику когда там будет человек ему показать этот чек и он решит ваш вопрос мы ему говорим да мы едем совсем другую сторону мы уже выезжаем из италии но уже туда возвращаться не будет хорошо ладно тут же позвонил переговорил все решили без всяких проблем меня заправили полный бак топлива и с учетом от этих 20 евро мне когда они были возвращены прошло не очень много времени мне в италии надо было опять заправляться причем как раз это уже было недалеко от озера гарда я понимала что мы едем в австрию осталось уже совсем немного и в австрии топлива существенно дешевле но мне немного не хватало и снова я подъезжаю на заправку вот очень красивые места в этот проезжаем по горной местности все было очень красиво дорога достаточно хорошая но единственное что вот вверх вниз и повороты подъем и спуски но самое главное очень узкая дорога и вот это вот все время напрягало ну зато очень красиво мы здесь много останавливались ехали долго этот кусок по платному автобану мы конечно проехали бы очень быстро по вот этой бесплатной дороге уехали мы здесь два дня хотя нора по автобану можно было проехать но часа за за два за три нами ну все-таки у нас цель стояла смотреть путешествовать не особо куда-то спешите здесь интересное место вот слева валежник то есть сосновые ветки а как раз вот и 26 декабря новый год и мы здесь набрали веточек и новый год у нас был с елкой нарядили елку шампанское все как положено но единственное что посидели конечно хорошо красиво вот места красивые изумительно красивые места была хорошая погода тепло но на новый год у нас как я уже говорила в одном из фильмов и прорвала водопровод и нам пришлось довольно долгое время разными способами обогревать свой дом но я продолжу по поводу заправки и вот второй раз когда мы подъехали на заправку мне ну чуть чуть не хватало до австрии и хорошо кстати что я тогда заправилась потому что на самом деле нам пришлось еще очень долго ехать до австрии но в этом чуть чуть позже расскажу итак подъехала на заправку снова положила 20 евро в это устройство нажала кнопочку и снова топлива нам не дали по какой причине опять ничего не понятно нигде никаких надписи о том что что-то не работает или нету никакого-то топлива потом подъехал итальянец и я не спросил он не знаю почему в чем дело это же опять и был выдан чек что деньги взяли а топлива не дали ну и в общем этот чек у меня так и лежит привезла его домой наверно повешу в рамочку ну или до следующей поездки в общем именно эта заправка этой фирмы нам больше не по мне попалась нигде по пути так что в италии я потом еще раз заехала на заправку ну там правда все получилось нормально но я попросила итальянца чтобы он проконтролировал весь процесс заправки объяснила ему что уже два раза у меня не получалось заправиться ну и на сказать что это был не итальянец а швейцарец но он полностью проконтролировал весь процесс и до того момента как началась заправка и только после этого он уже ну спрашивать все нормально когда все хорошо спасибо и вот только после этого он уехал ну и так нас была такая проблема с заправками ну и еще одна проблема у нас было в италии опять мы попали ехали 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 и приехали дорога закрыта но это уже правда было при пересечении то есть вернее мы переезжали из италии в австрию хотели снова проехать по бесплатной дороге рядом шел платный автобан он в какое-то время шел где-то рядом с нами а потом ушел куда-то в другую сторону мы ехали по очень красивым местам не все очень нравилось ну и к сожалению вот видеорегистратор вот ну наверно вот два самых таких очень красивых момента в нашем путешествии это лазурный берег франции и вот пересечение границы италии и австрии поскольку некуда было сбросить информацию аккумулятор работал плохо компьютер выключался из-за того что нет электричества и у меня не сохранились вот эти самые красивые кадры но сейчас мы подъезжаем уже к городку сермионы на озере гарда ну и я немножко расскажу о той ситуации так изумительно красивые места это доломитовые альпы когда мы переезжали хотели вернее переехать из италии в австрию кругом снег катаются лыжи большое количество лыжных там спусков подъемов горнолыжных курортов ну все изумительно хорошие дороги все было хорошо все было замечательно и вдруг все опять перегорожено дорогу ну то есть по всей видимости может быть там какие-то горные обвалы по какой причине сложно сказать но нигде нет никаких указателей не было говорящих о том что впереди дорога закрыта ну и сожалению нам пришлось возвращаться и к моему глубочайшему сожалению ну вот в отличие от лазурного берега франции мы там много останавливались и я просто снимала на камеру то есть помимо городов городков все там было снято на камеру та информация сохранилась на видео а вот доломитовые альпы из италию в австрию там снимал только видеорегистратор и к сожалению мы там даже ни разу не остановились чтобы снять на видеокамеру и вот те все очень красивые моменты увы не сохранились единственное что сохранилось это фотографии которые делал видеорегистраторы очень много и в следующем фильме он будет последним по дорогам европы я покажу там некоторые фотографии вот которые были сняты при переезде из италии в австрию там были очень очень красивые горы очень красивые места ну а мы сейчас в городке сермионы да и кстати закончу нам пришлось возвращаться тогда снова в город город трента около 60 километров и выезжать дальше на платную магистраль и ехать в австрию вот мы в городке сермиона заезжаем на парковку и мы стояли на бесплатной парковке там было где-то 5 или 7 автодомов зеленая травка очень красивое место хорошее а сейчас мы городке сермионы едем вот он как бы такой очень очень длинный вытянутый город по озеру гарда ну вот сейчас гарда у меня и слева и справа озеро а город он как бы получается старая часть сзади а не вернее спереди такая более старая часть а сзади у меня осталось как более новая часть этого городка сермиона но и я вот и вечером специально поехала чтобы посмотреть вот подсветку красивые очень необычные интересные фонарики вот сейчас с правой стороны они такие как бы как шары такие большие яркие шары фонари больше мы нигде такого не видели и там вот куда мы сейчас едем и старая часть города там тоже кругу вот эти вот большие шары фонари очень интересно ночи город конечно к посещению тоже обязателен как и наверное все городки на побережье вот озеро гарды мы проехали только с одной стороны но здесь и с армионы и мальчезены и рива дель гарда ну изумительно красивые места очень красиво и вот городок с армионы сейчас мы подъедем там впереди как бы такой замок и крепости тоже подсвечено все очень красиво я здесь и и вечером гуляла делала видеосъемку и днем дневное время в общем очень красиво к посещению обязательно слева и справа тоже везде парковки справа здесь есть парковка специально для автодомов она буквально вот почти перед там две-три минуты до входа в историческую часть города в старую часть города возле замка но парковка это стоит 24 евро в сутки и я когда мимо проезжал этом на самокате видела что все места были заняты 27 декабря вот перед новым годом было очень много машин но и вот 2 где-то около 20 мест для автодомов все было занято но я думаю летом тоннера конечно постоянно все занято а мы стояли вот где-то в пяти минутах езды на самокате от старого исторического центра города большая парковка на травке и что самое интересное там рядом есть туалет и возле туалета заправка ну вернее не заправка а можно было заправиться водичкой ну то есть кран с водой я подключила там и бесплатно заправили водичку вообще в италии вот с водой проблем нет несколько раз мы подъезжали там в разные места вода бесплатно в италии и вот уже в зимнее время ничего нигде не перекрывалась с водой проблем не было в италии у нас были проблемы с туалетом капсулу туалета ну очень тяжело где-то было слить и мы подъезжали на специальные места и так получалось тоже чтобы слить капсулу туалета надо было платить деньги а это вот чудом каким-то сохранивший сохранившиеся кадры это гены это сняты видеорегистратором генуя автобан который проходит по самому центру историческому центру города но интересно что этот автобан он как бы сверху а центр города внизу но очень интересно вообще конечно генуя очень интересный город как и все города в италии а это опять же чудом сохранившиеся единственное вот то что осталось снято видео регистратором это лазурный берег франции ну вот он приблизительно вот такой очень красивый интересный дороги вот я уже говорила по лазурному берегу франции вот единственное что отличается от италии более широкие дороги качество покрытия приблизительно одинаковое ну все-таки во франции лучше и вот этот кадр у меня по франции сохранился только потому что была какая-то кочка плохая дорога ли яма и этот кадр сохранился в локе в замке то есть то что не перезаписывалась а это тоже лазурный берег франции и это мы едем в ницу впереди вот показалось уже ница но еще раз лазурный берег франции мы очень много останавливались очень много снимали так что по франции сохранилось много ну и последнее вот то опять что сохранилось это возле санрема парковка